Дорогие казахстанцы, позвольте мне прежде всего выразить слова поддержки и солидарности в эти трудные минуты Айдосу Садыкову, его супруге Наталье Садыкову, его семье после подлого попытки его убийства. Как президент правозащитного фонда Freedom Kazakhstan, от имени своих коллег по Корниционному совету оппозиции Казахстана Мы решительным образом осуждаем этот чудовищный акт агрессии и попытки убийства любящего мужа, отца троих детей и нашего коллеги по сопротивлению преступному режиму Тукаева и Назарбаева. Конечно мы все желаем прежде всего Айдосу скорейшего выздоровления, а вам Наталье побольше мужества и стойкости. Будьте уверены, что подавляющее большинство гражданского общества на вашей стороне, на стороне борьбы добра с абсолютным злом. И нам, гражданским активистам, оппозиционным активистам, правозащитникам, нам не нужно собирать доказательства причастности казахстанского режима к этому заказному убийству. Все доказательства лежат на поверхности. Все доказательства этот преступный режим сам собирал в течение последних как минимум 30 лет, убивая своих политических оппонентов, подвергая массовым репрессиям инакомыслящих гражданских активистов. Вспомните, совсем недавно был ритуально убит Дулат Агадил и его сын Жамбулат Агадил. Вспомните, как в тюрьме был замучен до смерти Аран Атабе. Вспомните тех политических заключенных, которые сегодня находятся в тюрьме, в тюрьмах за свое законное право, за свободу слова, за свободу политических движений, мирных движений, такие как Марат Желымбаев, Карат Клышев, Думам Мухаммед Карим, Айгарим Тлеужан. Особенно мне, мне не нужно доказывать о том, что тукаевский, назарбаевский режим является абсолютным злом, потому что до сих пор они удерживают моего брата в качестве политического заложника, потому что именно они довели до смерти моего старшего брата Калака, который являлся инвалидом первой группы. Эти преступления, которые сегодня совершаются в Казахстане и за его пределами, это говорит еще раз о том, что тукаевский, назарбаевский режим боится свободы слова, боится объединения гражданского общества. И поэтому это ритуальное заказное убийство с целью запугивания гражданского общества, с целью запугивания гражданских активистов, политических оппонентов. Но эти глупцы не понимают одно, что таким образом они еще больше объединяют гражданское общество, они еще больше мотивируют нас как гражданских активистов, оппозиционных активистов, правозащитных активистов. Они еще раз доказывают о том, что они являются абсолютными преступной властью. Но этот гнусный любитель Сталина, тукаев, превращает нашу страну в одну большую тюрьму народов. Эти массовые репрессии, это спонсирование терроризма. Именно канал БАСЕ, информационный канал БАСЕ, в последние годы информировал международное сообщество и гражданское общество о том, что тукаевский, назарбаевский режим помогает путинской, фашистской России в войне против суверенного государства Украины, против свободолюбивого украинского народа, помогая им оружием, деньгами, обходе санкций. Поэтому инфрационный и оппозиционный канал БАСЕ, в свою роду, являлся костью в горле у тукаева с назарбаевым. И мне сегодня смотрится очень смешно и нелепо, когда лидеры общественного мнения неуклюже пытаются отбелить кровавого тирана, тукаева, что он якобы не является людоедом, что он является дипломатом. Я хочу напомнить этим откровенным пособникам этого преступного режима, что в январе 2022 года именно этот уоновский стервятник дал преступный приказ на расстрел мирных протестующих, в результате чего погибло как минимум 300 человек и были запытаны как минимум 10 тысяч, ни в чем не повинных граждан нашей страны. Тукаев с назарбаевым методично превращает нашу страну в колонию России, колонию Путина. Но прежде всего Тукаев и назарбаев были заинтересованы в этом заказном убийстве, попытке убийства Айдоса Садыкова, потому что они пытаются таким образом угодить лидерам Западной Европы и Соединенных Штатов. Именно они боятся этого, потому что все их награбленные находятся именно на Западе, именно в Америке, именно их родственники находятся за границей, и поэтому они боятся таких огласки, как это делал информационный канал БАСЕ, как это делал Айдос Садыков, как это делал Наталья Садыкова. Когда говорят о том, откровенные лжецы и псевдоблогеры, псевдопровозащитники, псевдожурналисты, когда говорят, что Тукаевский режим не заинтересован в этом преступлении, это откровенная ложь. Ложь только потому, что именно этот режим больше всего боится. свобода мыслия, свобода выражения. Я хотел бы также сказать такой момент, что путинский режим, он не боится ничего. Ему не нужно бояться какого-то инакомыслия, тем более в Казахстане. Боится именно Тукаев с Назарбаевым, потому что они играют, заигрывают и с Путиным, и с европейским сообществом. Поэтому они в этом были главные заинтересованы в том, чтобы заставить людей замолчать. Это еще один из методов запугивания гражданского общества, гражданских активистов, своих оппозиционных, политических оппонентов. Но, еще раз говорю, эти глупцы не понимают, что таким образом они еще больше мотивируют нас бороться с этим абсолютным злом. Они еще больше мотивируют гражданское общество объединяться. И поэтому, как член Конституционного совета оппозиции Казахстана, мы и дальше будем продолжать бороться с этим абсолютным злом в лице Тукаева и Назарбаева. Но сегодня это видео я хотел бы посвятить именно Айдосу Садыкову, его семье. Я знаю, как это больно, как это больно, когда на твоих глазах ты теряешь своего человека, любимого человека. Я все это проходил. Поэтому, еще раз, я хотел бы пожелать скорейшего выздоровления нашего коллегу Айдосу Садыкову. Я солидарен с семьей Айдоса. Я восхищаюсь мужеством Натальи Садыковой после таких трудностей. И продолжать эту борьбу. Ну, конечно, мы с вами, казахстанское общество, с вами желаем как можно скорее, чтобы Айдос возвратился в наши ряды. Аллах, Казахстан!